Идея создать на базе новой средней школы номер 10 нашего города музей детства возникла у администрации этого учреждения образования. Для этой цели было определено помещение, а с ним начали появляться и первые экспонаты. Я думаю, что это будет гордостью не только нашей школы, а гордостью и города. Этот музей могут посещать не только ребята, не только учащиеся, не только учащиеся школы, но и всего города. И взрослые тоже самое смогут окунуться в сказочно волшебный мир детства. А ребята смогут узнать, какими игрушками играли их бабушки, дедушки, их родители. В музее представлены вещи, которые были у каждого школьника с 70-х, 80-х и начала 90-х годов. Здесь детские книжки, учебники, игрушки, открытки, марки, которые в то время повсеместно коллекционировали, образцы школьной формы, диапроектор и многое другое. Основные направления нашего музея – это детская игрушка, это молодежное движение, это олимпийское движение нашей страны. Конечно, мы не можем не коснуться темы войны, то есть дети во время Великой Отечественной войны. В будущем планируется создать здесь несколько интерактивных зон, в которых посетителей, а открыт музей будет для всех, смогут прикоснуться и опробовать отдельные экспонаты в действии. Пока экспонатов здесь немного, всего 54 предмета. Сейчас музей проходит это обстановление. Его планируется открыть только тогда, когда наберется достаточное количество выставочного материала. Сделать свой вклад в развитие фонда музея могут все желающие. Пользуясь вот таким уникальным случаем, мне бы хотелось обратиться к жителям города Пинска, Пинского района, возможно, даже Бреста, Минска, возможно, всей Белоруссии. Может быть, у кого-то есть невостребованные детские игрушки. И эти игрушки вы сможете передать в дар нашему школьному музею. Это будет достоянием, это будут видеть жители города и ребята, и взрослые. Такой проект, как музей детства, существует в нескольких городах мира – в Москве, Лондоне и в Минске. Создатели музея в нашем городе надеются, что вскоре, благодаря помощи пинчан, место, где можно проследить историю развития игрушки, детских бытовых вещей, появится и в нашем городе. Продолжение следует...